Максиму 15 лет и он уже чемпион Европы и кандидат в мастера спорта по аджилите. Сейчас молодой человек и его питомцы готовятся к новому старту, первенству России. Кинологическое состязание пройдет в грядущие выходные в Перми. А это Тора, ей 6 лет и она уже чемпионка мира. По своему опыту даст фору бывалым спортсменам. Тора это очень умная собака, обычно бордера стоят на первом месте по уму и интеллекту. Тора очень любит игрушки, очень любит азарт, так же как и я на соревнованиях. У меня есть еще Хоня, ей полтора года, я ее готовлю к соревнованиям, к закрыванию А1. Это для щенков, чтобы к будущим соревнованиям допускали. У семьи Максима 6 собак разных пород. Бордер-колли, как Тора, считаются самыми пригодными для соревнований по аджилите. Невероятно умные, ловкие никогда не устают. Тренируют собак с двух месяцев. Четырехлапые чемпионы получаются из самых упорных псов и благодаря их не менее упорным владельцам. Тора собака мамы Максима, его питомец Хоня. Имена животным выбирают не случайные. Полные Хонда и Торпеда. В кличках каждой заложена быстроходность. Чемпионат Европы проходил в Нидерландах. Старты длились три дня. За это время Максим и его хвостатый партнер завоевали шесть комплектов наград. Уровень разницы, не знаю, очень большой, потому что там, например, на маленьких соревнованиях, которые в России, там, например, 50 человек, а на соревнованиях, которых в Европе, там 500 человек. Это намного больше. И проиграть это обиднее будет, чем на соревнованиях местечковых каких-нибудь. Чемпионат мира есть, но я очень хочу там побывать. Но пока у меня вот собака готовится, как подготовиться, я вот буду отбираться с ней на чемпионат мира. Участие в соревнованиях даже самого высокого уровня пока для Максима хобби. Как сложится его дальнейшая судьба, юношу пока не знает. Но талант планируют развивать, а любовь к животным только укреплять. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Академия Смирнова